Почти 300 курсантов. Будущее пополнение для Нацгвардии. С набором в Академию в этом году проблем нет. Поступают и выпускники школ, и военные срочники, и контрактники. Больше половины уже с опытом боевых действий. Остап Солодкий из зоны АТО вернулся летом. Служил по контракту. В Луганске защищал аэропорт. Очень страшно было, конечно, на блокпостах. А потом, как-то, звукло-звукло. Наш дружный коллектив, офицеры за нами дбали. Потом была возможность поступить. Думаю, да, попробую. Попробую, поступил, радый, что поступил. Надеюсь, быть хорошим офицером, потом заслужиться до генерала. В горячих точках на Донбассе сейчас воюют практически все выпускники Академии. Среди них уже десятки убитых и раненых, рассказывает командующий Нацгвардии Степан Полторак. Побывать в зоне АТО этим летом пришлось и преподавателям Академии. Выкладачи обовязковые. Выкладачи вообще не могут выкладывать, если он не чувствовал на себе проблемы и не увидел, почему он погано кого-то научил выполнить задания. Когда он чувствует недостатый уровень подготовки, какие ошибки он сам сделал, когда учил, ну, я думаю, что толку не будет. А тогда, когда он там побыв и вычувствовал на себе, значная какость подготовки будет покращена. На фронте, а не в научной лаборатории, перед началом учебного года работал и психолог Александр Колесниченко. На блокпостах Донбасса с военными. Говорит, психологические травмы тем, кто видит смерть товарищей, самостоятельно преодолеть практически невозможно. Необходима помощь специалистов. И признается, после поездок в зону АТО и сам неделю не мог спать. Начиная от семейных проблем военнослужащих и заканчивая, правильно ли я поступил, или что со мной происходит, почему руки не имеют, да, почему у меня трясутся руки, я не сплю ночью, почему я не хочу кушать. Это нормально или это нормально, в данном случае это все в норме. Несмотря на военные действия, желающих стать офицерами, немало даже среди девушек. В этом году на первый курс Академии Нацгвардии поступают больше двоих десятков выпускниц школ. Когда начались боевые действия, я все-таки настроилась сюда поступать. Мама Лиля, возможно, не нужна, но я все же решила, мои батьки поддерживали меня в этом. Марина Жадан уже командир отделения. В ее подчинении теперь шесть однокурсниц. Девушка признается, связать свою жизнь с военной профессией надумала уже давно. Вдохновил пример дяди-офицера. Говорю, все, мама, хочу форму. Мама говорит, хорошо подумала, говорю, да, а смелости хватит, вот выдержки всего этого, терпения. Говорю, буду стараться. Вот привели меня сюда, сейчас не жалею, ни секундочки. Ранний подъем, серьезные тренировки, физические нагрузки и знакомство с военной техникой. Все это девушки-курсанты преодолевают наравне с парнями. Перед поступлением все они прошли курс молодого бойца. Мы жили в лесу, в Писаревке, вернее, Писаревка. Там мы проходим учения разные, то есть обкатка БТРами, всякие разные преодолевания полос препятствий. Ну, то есть вот такие вот. И нас подготавливают как морально, так и физически к поступлению, ко всем трудностям. А вот 15-летнюю Дарину в курсанты не взяли. Для жизни в казармах и усиленных тренировок не подошла по возрасту. В школу Дарина пошла в 4 года и в этом году получила аттестат. Но от решения поступить в Академию Нацгвардии не отказалась. Сегодня получает студенческий билет. Девушка мечтает стать военным переводчиком. В Академии будет изучать английский и французский. Я считаю, что в данный момент это актуально. То есть, то, что зависит от сегодняшней военной ситуации, положения в нашей стране, я думаю, что моя профессия будет актуальна. Выпуститься из Академии курсанты мечтают уже в мирной Украине. Но если нет, то девушки-связисты, переводчицы и парни-гвардейцы готовы идти защищать мирное население и свою землю от любого противника. Светлана Сирок, Вячеслав Кузьменко, Агентство телевидения Новости. Продолжение следует...